Операционно-перевязочный, все должно быть соответствовать санитарным нормам. А какие могут быть санитарные нормы, если видите в таком состоянии стена. Поэтому нет, надо немедленно делать ремонт, потому что мы это не делаем. Здесь сюда привозят всех больных с травмами, с ожогами. Здесь перевязка, здесь экстренно-операционная. И в таком состоянии это, конечно, никуда не будет. Перевязочно в отделении скорой помощи лицо больницы. Сюда попадают все пациенты, которым понадобилась срочная медицинская помощь. Помещение не только выглядит неопрятно, но и не соответствует санитарным нормам. И такая ситуация во всем здании. Ремонта в терапевтическом отделении Харовской центральной районной больницы не было более 30 лет. За это время на стенах отделения появились трещины, с них облезла краска. Кроме того, нужно заменить в здании окна и отремонтировать двери. В следующем году ситуация изменится. Харовская больница получит средства на ремонт отделения и закупку современного оборудования. Всего на эти цели выделят около 7 миллионов рублей. Работы начнут с первого этажа. А затем в течение следующих двух лет полностью отремонтируют все здание. В течение ближайших двух лет будет выделено более 30 миллионов рублей на проведение текущих капитальных ремонтов и закупки оборудования. Считаю, что в таком состоянии принимать пациентов в приемных покоях нельзя. Это недостойно Харовчан и жителей Харовского района. Поэтому решение сегодня будет принято, деньги будут уделены. В этом году больница закупила мобильный ФАП, который обеспечивает медицинской помощью жителей отдаленных деревень. Изменения, происходящие в больнице, не остаются незамеченными для пациентов. Очередь меньше, конечно. Талончик тоже как бы можно получить. Но не хватает специалистов у нас, в частности, невролога-врача. Ну, по крайней мере, ухудшение какого-то я не вижу. Всегда медицинскую помощь получаю, какая мне требуется. Стало очень хорошо. Очередь маленькая теперь. Это очень хорошо теперь сделано. Порядок стал. Харовская центрально-районная больница – одно из немногих медицинских учреждений области, полностью укомплектованная кадрами. В больнице есть все врачи. Это позволяет руководству медучреждения взять курс на обновление персонала. Медиков пенсионного возраста заменить молодыми специалистами. У нас 29 человек врачей. Из них 16 человек пенсионного возраста. Как бы тревожный звоночек. А так у нас не хватает на данный момент врача-невролога и не хватает врача-терапевта терапевтического стационара. Потому что мужчина уже на пенсии и собирается уходить. По стоматологии у нас 6 врачей-стоматологов. Я думаю, мало кто может таким похвастаться. У нас имеется свой детский врач-стоматолог. У нас есть хирург. Значит, у нас два стоматолога. Вот мы ходили смотреть кабинеты терапевтические, так скажем. Также у нас есть шапшинская амбулатория, где ведет прием зубной врач. Есть семигородняя. Там свой врач-стоматолог. То есть у нас комплектация по стоматологам очень хорошая. Только за последние два года в больницу пришли работать двое врачей. Еще девять сейчас учатся по целевым направлениям и должны вернуться работать в район. Приезжают работать в Харовск даже из других регионов. Наглядный пример – Ирина Анатольевна Шкловская. Врач, представитель известной в районе династии. Родилась и работала в Санкт-Петербурге, но решила вернуться на родину предков. Как вам работаться? Мне сказали о том, что у вас такой очень интересный трудовой путь. Вы и в Израиле поработали, и в Санкт-Петербурге поработали. Спасибо вам. И вдруг приняли решение вернуться из европейских стран, из европейских городов в Харовск. У них тоже живут, люди здесь тоже нуждаются. Спасибо, купили установку. То есть мне возможность помогать людям, трудиться на благо. А как, сложно было принять решение переехать из крупного города, из Санкт-Петербурга? Пришлось, конечно, как-то себя... То есть голова была в смятении? Ну, где-то. Где-то, да. Ну, наверное, где-то нужно быть готовым к этому, да? То есть, если это было несколько лет назад, то, наверное, бы по-другому можно было. Да, вот так сейчас вот. А загрузка большая? Ну, загруженная, да, конечно, наверное, пользуется нашими услугами. Ну, здорово, здорово. Ну, хорошо, что вы приехали. Я очень рад, потому что потихонечку люди начинают возвращаться из крупных городов. Пошло обратно миграционный отток. Во время визита губернатор отметил, что основная задача руководства больницы – обеспечить комфортные условия для лечения пациентов. Это, в первую очередь, чистые и отремонтированные помещения и современное оборудование. Сделав это, Харовская больница по качеству медпомощи не будет уступать учреждениям Вологды и Череповца. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова